Механик Всем доброго дня, в эфире программа «Механик. Давай, как всегда, по субботам в 15 часов в 08 минут. Студия Светлана Удильная, Мария Кротова. Алексей Мальцев, здравствуйте. Механик, давай! А также Денис Ибонин, заместитель директора кинотеатра «Смена». Спасибо Никите Кикину за оперативность. Сегодня мы обсудим с вами очень много тем. Света даже скажет нам, какие. Да, сегодня много чего интересного у нас здесь будет, и мы созвонимся также с режиссёром Романом Просверниным. Это режиссёр, который снял фильм «Террор любовью». Был одним из режиссёров «Не родись красивый» сериал. О, вот это смотрела. Но если не смотрели, то слышали о таковом, наверное, многие. Также был одним из режиссёров фильма «Ключи от счастья» и «Когда мы были счастливы». Он сейчас недавно только что закончил съёмки сериала «Юль-Читай», который выйдет на телеканале «Россия». И вот сегодня мы с ним пообщаемся. Съёмки проходили не только в Москве, но ещё и в нескольких наших славных провинциях. В общем, подробности он обязательно и расскажет. Да, и ещё у нас будет второй гост. И второй гость у нас будет Дмитрий Шиляев. Это директор галереи «Прогресса». Отлично. Итак, после нескольких новостей мы перейдём к основной теме. Вы можете звонить нам по телефону со своими комментариями. Можете просто звонить, передавать приветы. Номер нашей студии 708-502. Также вы можете нас смотреть на сайте я-тв.ру. Лёша сейчас анонсирует ещё нашу группу ВКонтакте. Вот такая роль у меня, да, отведена. Можете не только нас слушать, но и смотреть, не забывайте об этом. Заходите, пожалуйста, к нам в группу ВКонтакте. По адресу его ВКонтакте.ру. Слэшкинон101.фм. Мы там всегда. И сейчас в том числе. Если вы посмотрели фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой», давайте всё-таки обсудим, кто же сыграл в главной роли, кто был Высоцким. Попытаемся угадать, возможно. Ну вот все как бы говорят в основном, что безруков, но это же может быть и не он, это может быть кто угодно. Потому что это держится в секрете и говорят о том, что грим накладывали в течение шести часов, так что загримировать могли кого угодно, кто угодно может это быть. Может быть, там и очень в кабзон. Что вы думаете по этому поводу? Да, говорите нам 708-502. Но вот я вам скажу, что то, что сценарист Первого канала Александр Молчанов на своей странице в Фейсбуке обратился к коллегам с предложением составить онлайн-справочник российских сценаристов, к которому могли бы обращаться представителей телеканалов и киностудий, ищущие как раз авторов сценарии для своих проектов. Для того, чтобы попасть на эту базу данных, сценаристы должны прислать на адрес. Слушайте, кто считает себя сценаристом. Записывайте. Рус, нижнее подчеркивание, скрипт, собака, mail.ru. Еще раз повторю, может быть, кто-нибудь хочет попасть в базу Сценаристы молодые, записывайте. Да, молодые сценаристы. Рус пишем, потом делаем нижнее подчеркивание, потом скрипт, собака, mail.ru. Вот туда вы можете отправлять свои анкеты, в которых, помимо персональной и контактной информации, нужно вписать в свою фильмографию и жанровые предпочтения. Но если вы уже что-то снимали, вам есть что-то написать, чем похвастаться. Но если даже нет, я думаю, что, в принципе, можно туда... Попытка не пытка, в конце концов. Попытка, да, может быть, возможно, кто-нибудь из вас станет известным сценаристом и вас заметит. Почему бы нет? Я уверена, что, кстати, в Кирове очень много... Есть талантливая молодежь. Много талантливой молодежи, в том числе и люди, которые пишут какие-то свои вещи, сценарии, снимают, даже пытаются снять по этим сценариям кино. Вот, не упустите свой шанс. Денис, ты что расскажешь? Да, моя новость такая. Культовый певец и актер Дэвид Боуи дал согласие на создание мюзикла по своим песням. Е-е-е. Да, вот такое интересное шоу должно быть. Называться этот мюзикл будет Heroes – The Musical. А в основу сюжета ляжет фильм «Человек, который упал на землю». Премьера данного мюзикла состоится в Лондоне в марте 2012 года. Создатели заявляют, что будут использовать около 20 композиций Боуи, при том, что будут использованы композиции не только времен «Человек, который упал на землю», но и композиции, которые были популярны в другое время, более ранние композиции или более поздние. Но при этом... Да, но при этом сайт enemy.com утверждает, что Дэвид Боуи опровергает данную информацию и отвергает тот факт, что дал полностью разрешение на право использования своих песен в этом мюзикле. То есть создатели заявляют, что они уже все готовы буквально в марте следующего года. Да тут, мне кажется, все просто. Все-таки надо учитывать возраст Дэвида. Он немолодой у нас человек. Его образ жизни. Вполне возможно, что вчера он там подписал, все, согласился, а утром просыпается, что, ничего не давал он, что вы такое говорите. Тем более утром в субботу просыпаешься, ты же часто отказываешься от своих каких-то слов, данных на конкурсе. Конечно, да, 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 случается такое. А многие актеры не помнят, соглашались, они не соглашались. Есть еще такое, бывает, что договариваются там, предположим, агенты или там директоры, да, актеры даже, не знаю, я недавно общалась с Аленой Бабенко и говорю, Алена, вот вы будете сниматься в таком-то фильме. Она такая, да, я говорю, ну да, это российско-итальянский проект, вот вы там снимаетесь, у вас главная роль. Да вы что, я первый раз об этом слышу. Вот такое бывает. Удивительно, да. У нас примерно так же срываются договоренности по поводу людей, с которыми мы общаемся в эфире. Бывает и такое. Договариваешься в последний момент, ну что ж, это же жизнь, а потом актеры, люди такие капризные, сейчас хотят, а через час настроения нет. А все потому, что работа-то у них непростая. И секретаря под рукой нет, не могут вспомнить. Все наши слушатели, кто считает Дэвида Боу и капризным и забывчивым, звоните нам по телефону 708-502, оставляйте свои сообщения в чате на я.тв.ру, кино101.фм. Мы будем обязательно с вами общаться и там, и сям, и везде. Так, а у нас сейчас новость-то посерьезнее будет. Да, в продолжение новостного нашего блока затронем такую тему, которая недавно всплыла. Находящийся в заключении экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский написал письмо режиссеру Кириллу Туши, чей документальный фильм, напомню, Ходорковский фактически запретили к прокату в России. Премьера фильма, который снимался с 2005 по 2011 годы, состоялась на 61-м Берлинском кинофестивале, где он был показан с аншлагом и стал одним из самых обсуждаемых событий. Надо пояснить, что режиссер Кирилл Туши немецкий режиссер. Да, немецкий режиссер. Он решил снять историю Ходорковского. По имени, фамилии, конечно, да, непонятно. За несколько дней до показа оригинальная копия Ходорковского, внимание, была похищена из офиса режиссера. Да, уже интересно. Да, конечно, уже детективчик. Несмотря на первоначально достигнутую прокатчиками договоренность со многими кинотеатрами, 19 из них отказались от проката Ходорковского. Остальные просто умолчали, я так понимаю. Ну да, как-то побоялись, постеснялись. В итоге получилось, что ни один кинотеатр не взял на себя ответственность показать фильм о Ходорковском. Ну вот 2 декабря должен был все-таки состояться премьерный показ в московском кинотеатре «Художественный» в рамках «Арт-дог-феста-2011». Сам Михаил Ходорковский отправил письмо режиссеру, в котором поблагодарил за интерес к делу Юкоса, к судьбе людей и за мужество. Поблагодарил режиссера. При этом отметил, что в курсе, что фильм собирает полные залы за рубежом и надеется, что когда-нибудь он и сам увидит эту картину. Сейчас так слеза навернулась. Не смотрела, но точно знаю, что вот как раз он пытался договориться и с представителями власти, потому что история же такая замешанная. Сам Ходорковский или режиссер? Нет, нет, режиссер пытался договориться. Ходорковский уже пытался договориться. Да, несколько лет у него ушло на это. Даже несколько минут ему не удалось записать ни одного синхронщика. Не пошли на это. Понятно. Ну, мы все прекрасно знаем, что получилась такая односторонняя точка зрения, но он не хотел так. Он хотел показать все точки зрения и полную картину не получилось. Но многие не хотели. Да, многие не захотели. Но не многие, а известно, кто не захотел, промолчал. Но это на самом деле в традициях вот именно западных документальщиков, потому что они-то снимают фильмы такие вот именно, которые со всех сторон обсасывают, скажем так, проблему. У нас, видимо, это еще не готовы на это идти. Мне кажется, тут дело не в этом. Это действительно, это же закон жанра, показать несколько точек зрения, это правильно. Но порой бывает именно с другой точкой зрения ознакомиться невозможно, потому что человек не идет на контакт и не хочет сказать ничего. Я просто к тому, что мне кажется, что если бы подобный фильм снимался о каком-то человеке вот там на Западе, не о нашем Ходорковском, а вот о каком-то, значит, деятелем. В более какой-то демократической стране. Да, мне кажется, что все-таки там руководство бы страны, так скажем, оно бы пошло на контакт. Ну, это не факт. Есть такое подозрение. Да, есть подозрение, но мы пока имеем дело только с... Ну, понимаешь, у них нет Ходорковского, Ходорковский есть у нас, поэтому что тут гадать? Миша у нас сидит. В продолжение темы переходим к главной новости, которую мы будем сегодня обсуждать в течение всей программы. Это премьер-министр предложил создать этический кодекс кино в России, соответственно. На очередном заседании Правительственного совета по кино глава правительства для сохранения нравственности кино и телезрителей предложил ввести этический кодекс, аналогичный так называемому кодексу Хейса, что действовал в США с 1930 по 1967 год. Кинотеатры и телевизионные радиоэфиры наполняют продукции со сценами насилия, убийств, предательств. При этом доступ детей к экранам практически не ограничен, заявил премьер-министр. Между тем, убежден он, крайне важно обеспечить киноискусству достойную содержательную миссию. Нет насилию, убийствам на экране, сказал нам премьер-министр России. Формулировка все равно очень размытая, на мой взгляд. Да, вот стоит еще пояснить для всех, для нас, я думаю, и для наших слушателей, что же такое представляет себя кодекс Хейса, американский кодекс, который действовал в США. Ну вот я могу сейчас буквально в двух словах сказать, что политик-республиканец Уильям Харрисон Хейс. Республиканец? Республиканец, да. Вам, Алексей. Мне как республиканцу. Вы любите республиканцев? Конечно. Я знаю. Я сам республиканец, потому что он возглавлял в свое время Американскую ассоциацию кинокомпаний. И как раз он предложил, то есть он был одним из разработчиков этого этического кодекса. Что в него входило? На что налагался запрет? Ну вот основные моменты, скажем так, если их перечислить, картины, подрывающие нравственные устои зрителей, были недопустимы. Следовательно, нельзя было изображать преступления, злодеяния. То есть детективы сразу вычеркиваем? Нет, нет, нет. Вот секунду. Нельзя было все это показывать таким образом, чтобы они вызывали симпатию у зрителей. Симпатию именно? Отвращение можно? Да, вероятно. Вероятно именно так. То есть такая установка была. Давайте сейчас быстренько вспомним фильмы с очень приятными. То есть показывают преступников, но он прям вызывает симпатию. Вот какие-то, по-моему... Ну я вот только Дракулу могу вспомнить, что это такой вот мордоворот, кровосос. Потому что это как каждый фильм. Чем-то симпатичнее. Это же закон, на чем кинематограф, собственно, строится. Половина фильмов сразу вычеркиваем. Далеко, чтобы не ходить... Давайте вспомним сериал... Ну все-таки небольшое кино, телевизионное кино, но тем не менее сериал «Бригада». Так точно. Все эти люди, ну на них же молились просто, можно сказать. За них же так переживали. Как они все погибли в конце. Если говорить про русское кино, ну что там далеко ходить на той... В той программе мы говорили про фильм «День рождения буржуя», да, там «Бандитский Петербург». Ну это миллион. Каждый фильм, в каждом фильме есть какой-нибудь плохой герой. В России вообще есть такая тревожная тенденция, ну как-то сочувствовать злодеям во всем. Да нет, это не только у нас. Ну вот, кстати... А что там еще? Сейчас мы говорим о России, что у нас законопроект такой. Он еще не вступил в силу, но есть такое предложение. Еще два ключевых момента вот в этом кодексе Хейса, именно 30-х годов. Два момента, это еще один. Это нужно было показывать нравственно правильные модели жизни. Тоже очень непонятно сейчас. С чьей точки зрения они нравственно правильными будут? Ребята, вот, насколько я знаю, нельзя там издеваться над религией, нельзя показывать употребление наркотиков, нельзя там обнаженные тела показывать. Еще один из моментов, кстати, нельзя было издеваться над законом. Мне кажется, это ключевой момент. Да-да-да, это, конечно, ключевой. Потому что огромнейшее количество фильмов, которые уже после того, как этот кодекс Хейса, когда он перестал действовать, там же прям поток пошел. И до сих пор, до сих пор даже, я помню такие фильмы, где, казалось бы, фильмы про адвокатов, к примеру, да, западные, где адвокаты чаще всего присутствуют перед нами в образе таких, даже не знаю, как их обозвать, вроде бы они защищают закон, но с другой стороны, они его обходят как хотят. Вот там еще пишут в чат, сериал «Побег», там куча преступников, но за всех постепенно начинаешь переживать. Ну вот, о чем мы, собственно говоря, и сегодня и говорим. Мне интересно, что ты, Денис, думаешь по этому поводу, потому что ты-то как раз представитель кинотеатра, где это все показывается, и это твое детище, да? Где и нарушается как раз этот кодекс Хейса. Тут даже просто, если посмотреть на какой-то европейский арт-хаус, любой фестивальное кино, давайте посмотрим, там везде какие-то человеческие проблемы поднимаются или какие-то нестандартные ситуации рассматриваются, то есть там либо отношения между полами, эти же наркотики, нецензурная лексика, это все часть жизни, и вот эту жизнь, собственно говоря, кино и показывают. Но это же плохо. Но это жизнь. Это плохо, потому что... Вот моя точка зрения какова, потому что в кинотеатры люди ходят с детьми, ходят с семьями. Как подрастающее поколение. По телевизору это показывают. Соответственно, человек, ну вот еще там... Но существует рейтинг просмотра. ...сформировавшийся психикой, он это смотрит, и он понимает, что это, наверное, доступно, это нормально. Здесь, на самом деле, несколько позиций. Во-первых, метод введения такого кодекса, он ограничивает свободу творчества людей. И вот то кино, которое оно существует на сегодня, то есть то кино, образ кино, который создал Голливуд, который десятилетиями какую-то схему разработки, производства кино создавал, вот, в общем-то, решили сделать шаг назад и как-то что-то свое пытаться создавать. Мне кажется, что тут другие методы нужны, если, естественно, есть некая миссия по ограничению просмотра детьми каких-то фильмов, которые, соответственно... Им не стоит смотреть. Да, им не стоит смотреть. Это уже другие методы. Это ставится просто, да. Это уже более же контроль возрастных ограничений. Это более разумно, потому что, что ж теперь, режиссерам, которые захотели снять какую-то более глубокую вещь, но, согласно этому кодексу, они ее не могут снять и теперь отказываться от профессии, что ли? Ну, а как же, люди же, есть зрители идут в кино со слабой психикой. Это может как-то на них сказаться, выйдут и будут творить дела, которые не надо. Так вот как раз то, о чем сейчас сказал Денис, может быть, просто не стоит... То есть стоит, наоборот, накладывать ограничения по продаже билетов? Ну, а как проверять на психику, что ли? Врачам? На самом деле, когда человек отвечает сам за себя, когда он идет в кино, покупает билет в кино, он должен понимать, на что он идет. Если он видит какие-то конкретные жанры, которые указаны в этом кино, какая-то аннотация к этому фильму, он должен понимать вообще, что он смотрит. Если он согласился на данный просмотр, он должен это сам адекватно понимать. С другой стороны, очень часто наблюдают такую реакцию зала, у нас во всяком случае, когда, казалось бы, какая-то страшилка, ужастик, люди приходят и смеются. Тут, на самом деле, все зависит только от человека. Это физическая защита. Конечно, но, тем не менее, она срабатывает. Я не думаю, что человек после просмотра ужастика, где он насмеялся вдоволь, выходит и вдруг начинает резко бояться на улице уже после кинотеатра. Денис, а вот если в фильме говорится о том, что смотреть можно картину лицам старше 18 лет, не пускаете те, кто мальчик? Действует ли это просто так? Да, действительно, у нас действуют данные ограничения, то есть все четко. То есть 12, 14, 18 лет все ограничения в нашем кинотеатре всегда соблюдаются. Что вы думаете по этому поводу? Нужен нам этот кодекс или нет? Пожалуйста, звоните. 708-502, пожалуйста. Нам интересна ваша точка зрения. Еще один момент по поводу продажи билетов, кому надо, кому не надо. Наблюдал такую картину. Где-то, может быть, год назад в одном из кинотеатров города Кирова, это не смена была, сразу оговорюсь, стоит папа с маленькой дочкой, в общем-то, и идет на фильм, где, я знаю, заведомо есть кадры, сцены, где будут, простите, показывать гениталии. Он стоит с дочкой и покупает два билета себе и дочке. Какой кошмар. Вот так вот. Ну, нет, кошмар не кошмар, но... Кошмар не кошмар, но об этом и говорим. Папа о чем думает? То есть не нужен никакой кодекс, нужны мозги людям. Папа думает о развитии ребенка. Здесь даже не сам кинематограф, я думаю, что родители несут в первую очередь ответственность за то, что будут смотреть их дети. Господа, господа, мы еще пообсуждаем это все, но я хотела бы отметить, что кодекс Хейса уже коим-то образом действовал у нас в России, вернее, в Советском Союзе. Кодекс Ставер. И породил собой целую эпоху советского кино. Немножечко об одной из актрис советского кино мы сейчас поговорим в рубрике «Вперед в прошлое». Ну, а вы пока звоните. «Вперед в прошлое». Сегодня речь пойдет о всеми любимой и, безусловно, ярчайшей актрисе советского театра и кино. Странно, но она не исполнила ни одной великой роли мирового репертуара, однако британская энциклопедия именно ее имя включила в десятку великих актеров 20-го столетия. В 1915 году к директору одного из подмосковных театров явилась молодая девица весьма неординарной наружности с рекомендательным письмом. Письмо было подписано близким приятелем директора, московским антрепренером Соколовским. «Дорогой Ванюша», – писал он, «посылаю тебе эту дамочку, чтобы только отвязаться от нее. Ты уж как-нибудь сам деликатно, намеком объясни, что делать на сцене ей нечего, что никаких перспектив у нее нет. Мне самому право же сделать это неудобно по ряду причин. Так что ты, дружок, как-нибудь отговори ее от актерской карьеры, так будет лучше и для нее, и для театра. Это совершенная бездарь. Все роли она играет абсолютно одинаково. Фамилия ее Раневская. К счастью, директор театра не послушался совета Соколовского. Фаина Георгиевна Раневская, настоящая фамилия Фельдман, родилась 27 августа 1896 года в Таганроге в еврейской семье. Однажды осенью молодая Фая Фельдман подписала на актерской бирже контракт, наработав в керченской труппе мадам Лавровской. Актриса приглашалась на роль героинь Кокет с пением и танцами за 35 рублей со своим гардеробом. Работа в керчене задалась. Почему-то публика не проявила должного внимания к новой труппе. Но там она однажды совершала прогулку с неким опытным трагиком. По пути решили заглянуть в банк. Фаина Георгиевна вспоминала. Когда мы вошли из массивных банковских дверей, то порыв ветра вырвал у меня из рук купюры всю сумму. Я остановилась и, следя за улетающими банкнотами, сказала, «Как грустно, когда они улетают». «Да ведь вы, Раневская!» – воскликнул спутник. Только она могла такое сказать. Когда мне позже пришлось выбирать псевдоним, я решила взять фамилию чеховской героини. У нас есть с ней что-то общее. Далеко не все. Совсем не все. Крылатую фразу из фильма «Подкидыш» «Муля не нервиру меня» придумала Рина Зеленая. Но после этого фильма всю оставшуюся жизнь Муля преследовала Раневскую. Так кричали мальчишки, видя ее на улицах. Эту фразу первой вспоминали при знакомстве с ней. Даже сам Брежнев на вручении ей в 1976 году ордена Ленина вместо приветствия сказал, «А вот идет наша Муля не нервиру меня». Раневская ответила, «Леонид Ильич, так ко мне обращаются или мальчишки, или хулиганы». Генсек смутился и добавил, «Простите, но я вас очень люблю». Театр Раневская называла кладбищем несыгранных ролей. Кино люто ненавидела. На киноплощадке у меня такое чувство, как будто я моюсь в бане. И вдруг туда пришла экскурсия. «Хочу в девятнадцатый век», не раз говорила она. Но ее талант все-таки принадлежит веку двадцатому. И никоим образом не меркнет и в двадцать первом. Вперед в прошлое. Возвращаемся к разговору о кодексе. Да, мы тут успели пообсудить и пришли к выводу, что прогресс не стоит на месте. Что закон опять ввести закон кодекс Хейса в кино, то же самое, что если бы, как ты мне не сказал, что если бы раньше ездили на телеге, потом придумали автомобиль, стали ездить на автомобиле, а потом снова всех на телегу пересадили, потому что это экологично. Под такой мнимой причиной. Я вот хочу зачитать два комментария как раз вот к этой новости. Просто как люди реагируют, что они думают по этому поводу. Цитирую. «Таким образом изящно намекнули на собственную оценку отставания России от Соединенных Штатов Америки где-то лет на 40-80 примерно». Ну, то есть на большое количество. Тоже цитирую. «Это полный бред. Перенимать опыт западных законодателей полувековой давности – это абсурдно. Тогда существовали одни культурные и медийные реалии, а сейчас совсем другие». Но тем не менее, Свет, вот насколько я знаю, ты сама, в принципе, поддерживаешь эту идею ввести какие-то такие разумные ограничения в кинематографе. Я за это, да, потому что я уже высказалась. Я считаю, что потому что смотрят все, и дети, и люди со слабой психикой. Но ты же понимаешь, что в том же виде это не сработает. И когда показывают насилие, когда показывают, ну, вот такие прям крайности. Я, понимаете, любовь можно показать и без крайности, и какую-то показать, может быть, и жестокости, и, ну, какие-то такие моменты красиво, без, ну, без этой, грубо скажу, жести. Но если все будет вокруг очень красиво, ванильно, тебя же это тошнит от этого. Я понимаю, что вот именно глубокие кино… Ну, а давайте вспомним советское кино, да? Там не показывали крайности. При этом это остается классикой, и мы любим и смотрим это до сих пор. Но там не было того, что показывать сейчас. Но так уже было, не обязательно к этому возвращаться. Но в то же самое время очень много кино, которое мы любим из советского кинематографа, оно, естественно, не могло иметь никаких шансов пробиться куда-то на Запад, потому что это была откровенная ванилька, где все привязано. Это было потому, что это было сделано в те времена, когда это было, извините, невозможно. Все было возможно. Так в том-то мы к этому и приходим, что неужели снова приходят времена, когда нам станет опять что-то невозможно? Только почувствовали… Ребята, я не за кодекс. Я за то… Чтобы все было… Нет, я не за то, чтобы это принимать именно в той форме, в которой это сейчас предлагают нам, но за то, чтобы вот как-то обезопасить детей, ну, чтобы не было такого прям морального разложения, извините. Как это сделать, это вопрос. То есть, в принципе, показывать, значит, бандитов, показывать там, что какие-то издевки над законом, это все нормально, да? Единственное, что нужно, вводить ограничения по показу. Ты это имеешь в виду? Возможно, это возможно показать. Если у вас есть… Может быть, не так ярко может быть. Если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, вы можете, обязательно, не можете, обязательно звоните нам по телефону 708-502 и высказывайте свое мнение, а мы вернемся к вам после небольшой рекламы. Ну что, реклама? Так хочется, чтобы наш малыш рос крепким и здоровым. Именно поэтому я купил ему полезный подарок. Что это за устройство? Швейцарский увлажнитель воздуха. Он обеспечивает влажность воздуха, необходимую для малыша. Именно наврожденный, наиболее чувствительный к влажности воздуха. Спасибо, милый. Большой ассортимент увлажнителей воздуха, специально разработанных для детей в техцентре «Венсис». Техцентр «Венсис». Степана Халтурина, 87. «Венсис.ру». «Венсис». Здоровье ребенка дороже денег. Целый день мы говорим о самом важном для каждого. Только честный взгляд на происходящее и только проверенная информация. Новости 24 на телеканале РЭМ. «Киров». Правила жизни от компании «Кировские коммунальные системы». Первое правило. Встречай Новый год без старых долгов. Второе правило. Оплати в декабре задолженность по коммунальным платежам. Третье правило. Абоненты, которые встретят Новый год без долгов, смогут выиграть ценные призы от компании. Доброй традиции. Счастливый Новый год. С подробностями акции можно ознакомиться на сайте «Кировкс.ру». Привет, друзья! Хотите узнать, как мы делаем информацию общедоступной? Друзьям по переписке мы отвечаем онлайн на сайте, Ваське, Скайпе и социальных сетях. Для телефонных друзей мы сделали ответ вне очереди. 11 секунд, и вы задаете вопрос. Народный телефон. Если хотите знать. Покраска, ремонт, продажа, обмен. Купить где авто или взять где взамен? Всю информацию быстро найдете, если вы к «Зебре» в гости зайдете. Номер шепнем по секрету мы всем. 715 и 777. Первая в нашем городе автомобильная информационная справочная служба «Зебра». 715-777. Телефон рекламной службы 70 80 90. Год 1895. Александр Попов придумывает радио. В этом же году братья Люмьер устраивают первый кинопоказ. И только в наши дни эти два события объединились. От создателей 101 и 0. Механик, давай. Здравствуйте еще раз. Продолжается программа «Механик, давай». Продолжаем. 101 и 0. Я.ТВ.РУ. Слышкино 101.ФМ. Мы вас смотрим. Мы за вами наблюдаем. Вы за нами наблюдаете. Мы вас ждем на самом деле. Ждем от вас звонков. Ждем от вас звонков. Мы сегодня обсуждаем. Тема интересная и актуальная крайне. А какая у нас тема? Тема у нас такая, что... В общем, сравнительно недавно наш премьер-министр обожаемый предложил ввести в кинематографе в нашем этический кодекс. Этическую цензуру. Возвращается... А вы так прямо в лоб сказали. Голливуд. Как называемые вещества именами? Он пометил, что это не цензура. То есть это ограничение. Он это несколько раз подчеркнул. Что это без всяких официальных законов, документов. Что это просто должна быть какая-то общая договоренность кинематографистов наших. Договоренность не показывать в кино насилие, употребление наркотиков, издевательство над религией, обнаженные тела, чтобы всего этого не было. И прочую аморальщину. Света является у нас почти не поклонником, человеком, который поддержался. Скажем так, эту идею в какой-то мере. Я поддержала не в полной мере. Не в полной мере, прошу заметить. В какой-то мере. В какой-то мере. Кстати, на что ты согласна? Нет, я же уже сказала. Что готова ты видеть в кинотеатре? Ребята, я вам до рекламы пыталась донести. Это, видимо, меня не поняли. Я не полностью за принятие этого кодекса, но я считаю, что какие-то ограничения нужно. Какие? Можно все это показывать, но показывать, может быть, не в этой мере. Потому что это же драматургия. Нет, давайте распределимся. Мальцев, ты против чего? Против обнаженки? Вряд ли. Я против высоких цен на такси. А остальное меня все устраивает в принципе в жизни. Ты против высоких цен на такси в кино? Нет, нет. Хорошо. Меня на самом деле все устраивает. Я считаю, что этот документ, он абсолютно ненужный. Это просто трата времени, мозгов, сил, я не знаю. Денис, для слушателей я напомню, что в студии у нас также находится заместитель директора кинотеатра «Смены» Денис Ивонин. Денис, какие фильмы сейчас идут в кинотеатре, которые, может быть, как раз и попадают под этот кодекс? Есть такие, нет? На данный момент я думаю, что это какое-то семейное кино на самом деле. То есть оно, естественно, западное. То есть из российских проектов в данный момент идет «Высоцкий, спасибо, что живой», который стартовал буквально вчера. Ну так кто же там снимается? Может быть, ты знаешь? Нет, кто исполняет главную роль? Пока это секрет. Вообще, изначально, когда этот фильм позиционировали на кинорынке, создатели картины говорили, что «Высоцкий» полностью сделан на компьютере. То есть это один большой спецэффект. Да, это было изначально. Сейчас один моментик, буквально пару слов. То, о чем мы сегодня говорили, когда премьер говорил об этом этическом кодексе, он это предложил во время пресс-конференции, которая состоялась до специального показа для премьера фильма «Высоцкий, спасибо, что живой». То есть сначала была пресс-конференция, где он предложил это дело, потом ему показали фильм, потом снова он пообщался с журналистами, где уже сказал, что ему создатели фильма сообщили, кто сыграл эту роль. Но он, естественно, никому не открыл этой страшной тайны. А у нас вот есть уже звоночек, мы дозвонились. До режиссера, да? До режиссера, да. Режиссер Роман Просвирнин, на линии он у нас. Алло-алло. Алло-алло. Алло, Роман, добрый день. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Добрый день. Хотелось бы узнать, вот закончили вы съемки фильма «Гульчатай». Что за фильм, когда мы увидим и где можно будет посмотреть? Расскажите. Я думаю, что вы увидите этот фильм на канале «Россия». Это второй канал. Не знаю, правда, когда. Может быть, скорее всего, может быть, после Нового года. Но фильм готов. Он уже полностью готов. Он уже на канале. И, наверное, после Нового года его покажут. Это мелодрама, которая, значит, из четырех серий. Четыре серии по 90 минут. И, собственно говоря, ну вот такое вот кино. Снимали, насколько я знаю, не только в Москве, но и в российских провинциях. Да, где побывали? Ну, на самом деле, мы снимали даже, наверное, не в российской провинции, а больше, наверное, в советской провинции, наверное, где-то. Мы снимали в другой стране. Мы снимали в Казахстане. Мы полетали. Где снимали? Да, да, где снимали? Да, мы снимали в Казахстане. Мы снимали в Москве и в Казахстане. То есть мы, значит, у нас в нашем сюжете есть такая история, что главная героиня, она жительница Средней Азии. И мы, значит, говорим о том, что это может быть Узбекистан, может быть, не знаю, Таджикистан, что-то, что-то, что-то. Ну, собственно говоря, Средняя Азия, которая, в нашем понимании, в принципе, вот такой вот теплый, в нашем, так сказать, изложении, теплый такой, довольно замечательный, милый край, в котором живет наша замечательная главная героиня Кельчатай. Ну и, собственно говоря, мы начинаем. Отправная точка у нас оттуда. Потом мы перейдем в Москву. Фильм о любви, о человеческих отношениях и, наверное, о тех каких-то вещах, которые в наше время, оно, так сказать, присуще, какие-то алчные, так сказать, моменты, которые случаются с нами и, собственно говоря, которые не позволяют и не дают возможности такому чувству, как любовь, наверное, двигаться вперед. Роман, а актеров тоже подбирали там, да? Или это кто-то из известных? Ну да, да. Дело в том, что у нас, значит, был кастинг в Ташкенте, и мы в Ташкенте отобрали огромное количество замечательных узбекских актеров, которые играли у нас, ну, некоторые линии, так сказать, связанные с Средней Азией. И, собственно говоря, мы приехали туда, мы познакомились. Это хорошие люди, это хороший край. И те замечательные артисты, которые, наверное, может быть, зрители старшего поколения помнят еще по советскому, так сказать, кинематографу, это Карим Миркадимов. И, ну, собственно говоря, огромное количество замечательных артистов, народных артистов Узбекистана, которые с радостью снимались в нашем фильме. Слава Богу, потому что это получилось. Ну, снимаете там также вот Розанова, да, Яковлева? Да, в Москве у нас снималась Ирина Розанова. Замечательная Тамара Петровна Семина. Это просто праздник был, работать с такими замечательными артистами. Потом также нас заняты молодые артисты. Иван Житков, Женя Пронин, Наталья Рудова. И вот, в общем-то... А главную героиню, значит, главную роль у нас исполнила замечательная девочка. Мы очень долго искали на главную роль артистку, скажу вам честно, и в Ташкенте, и в Москве. Это Сайора Сафари. Она студентка, и, собственно говоря, это было, мне кажется, стопроцентное попадание. Но я думаю, что это сможет оценить зрительство. Как думаете, этот фильм будет столь же популярен, как вот вы еще работали над сериалом «Не родись красиво», верно? Будет он столь же популярен, как и эта картина? Я думаю, что мы, наверное, сравниваем две вещи, которые сравнить невозможно. Потому что «Не родись красиво» — это был телероман, который длился, не изменяет память, 200 серий. То есть 200 серий — это была беспрерывная, так сказать, такая история, которая действительно была очень популярной, которая смотрела вся страна. Здесь же мы говорим о каком-то, так сказать, довольно сжатом, больше кино, так сказать, формате. И тут невозможно судить. Но мне кажется, что это кино имеет смысл смотреть тем, кто любит, так сказать, кино на канале России, тем, кто любит кинопоказ субботний, там, не знаю, на канале России. Потому что это как раз тот самый формат, который является собой, ну, наверное, не знаю, телевизионное кино на сегодня, которое снимается для телевидения. Это, ну, мне кажется, даже по большому счёту не сериал. Сериал, я для себя считаю, что сериал — это, наверное, всё-таки больше серий. И всё-таки это телевизионный, многосерийный телевизионный художественный фильм. Роман, вот сегодня мы также в эфире говорим про то, что премьер-министр наш предложил ввести этический кодекс кино. Это не показывать всевозможное там насилие, издеваться над религией, показывать обнажённые тела, употребление наркотиков и так далее и тому подобное. Но на уровне договорённости между кинорежиссёрами. Да, как вы к этому относитесь, человек, который непосредственно это кино и создаёт? Ведь это такие основные, то, на чём сейчас и делается современное кино. Знаете, я думаю, что что-то в этом всё-таки, наверное, есть правда, потому что есть такой канал. Ну ладно, я не буду называть название этого канала, наверное, все его знают. Где бесконечно, бесконечно, когда включаешь его, бесконечно кто-то кого-то убивает, кто-то в кого-то стреляет, кто-то там, не знаю, там практически, уж простите, достаются какие-то кишки или что-то такое. Это невыносимо, потому что я вот как обыкновенный, не знаю, даже телезритель или человек, который смотрит телевизор, мне нравится советский кинематограф, который был, не знаю, в 80-е, 70-е годы. Это замечательные фильмы, которые мы знаем все. Что-то я как-то не припомню, чтобы там кто-то в злую голову кого-то раздевал, насиловал или расстреливал. Это всё-таки больше человеческие отношения, человеческие чувства и о людях, собственно говоря, кино. Вот то, чего сейчас, мне кажется, не хватает. Поэтому вот в этом, так сказать, разрезе я абсолютно согласен. Но с другой стороны, такие там эмоционально сильные вещи, там, не знаю, там, если вот обнажённое тело или чего-то, если это делается только ради того, чтобы, собственно говоря, привлечь зрителя или просто так показать, там уж не знаю, обнажённую грудь женскую, это, конечно, глупо. А если это действительно соответствует, так сказать, замыслу человека, который снимает кино, и без этого, ну, никуда, так сказать, невозможно деться, потому что это тот самый момент, который будет эмоционально наставить зрителя, то здесь, конечно, это необходимо. Роман, спасибо вам большое за точку зрения, за то, что рассказали про фильм, над которым закончили работать. Обязательно будем его ждать, посмотрим. И вам творческих успехов. Да, всего доброго. До свидания. Вот уж неожиданность, да? Только что мы пообщались с режиссёром Романом Просверниным, который вот был также режиссёром известной картины «Не родись красиво» и «Ключи от счастья», вот буквально недавно он закончил работу над фильмом «Глючи тай», скоро он выйдет на экране телеканала «Россия». А я сейчас пока слушала, несколько минут прям представляла, как выглядит весь состав узбекских народных артистов. Но что, спада, интересно, режиссёр поддержал мою точку зрения по поводу этого кодекса советского. Он женат. Да, кстати, не совсем поддержал, потому что если какие-то элементы... Ну, как и я. Он, да, такой же точкой зрения. Я думаю, мы сейчас... Вот с оговорочками всё как-то. Да, с вами... Быстренько, Денис, расскажи, какие фильмы в кинотеатре, чтобы вот такая аннотация была сегодня, чтобы... Слушателям знать, на что идти, что смотреть. В смене что показывают. Да, сегодня в смене, как уже и говорилось, идёт фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой». Также премьера для семейной аудитории «Делай ноги 2» в формате 3D. Естественно, премьеры предыдущих недель. То есть это и «Сумерки» продолжаются, и даже «Кот в сапогах» у нас до сих пор идёт. Это уже, насколько я помню, шестая неделя проката. Это нонсенс. Нонсенс. Смотрят, присмотрят, актуальнее ещё. Смотрят, смотрят. Супер актуально. Вот. А, я же ещё знаю, что ты в Гонконг улетаешь. Да, буквально завтра на утром. На киноэкспо. Киноэкспо. Выставка. А там это так же называется? Киноэкспо, что ли? Да. Да. Это как? Синема Эйся. Эйша называется вот такое. Торгуют фильмами или что? Как это происходит? Да, там представители кинокомпании, которые сотрудничают с кинотеатрами, которые, в принципе, полностью в азиатском регионе. Туда приезжают небольшие кинотеатры и также расписывают кино с этими киностудиями. Собственно, то же самое, что и в России. Ты приедешь, нам все обязательно скажешь. Обязательно. Встретимся. С тебя фотки. Рассказы, как они там снимают кино. Спасибо тебе большое. Ждём тебя у вас в гостях. Давай, до встречи. Пока. Пока. Напомню, что это у нас был заместитель директора кинотеатра «Смена» Денис Иводин. Как всегда, он рассказывает про те премьеры, которые показывают у них в кинотеатре, на что мы с вами можем сходить, что мы с вами можем посмотреть. И сейчас последняя, первая, у нас стартовала на минувшей неделе, наверное, самая главная премьера. Да, да, да. Это Висовский. В Читях была премьера. Спасибо, что живой. Вот так вот. В общем, есть на что смотреть. А у нас уже за микрофоном следующий гость. Следующий гость – это у нас Дмитрий Шиляев, директор галереи «Прогресса». Дима. Не пьёшь? Не пью. Тогда проходи. Центр современного искусства, по-моему, так правильно называется? Так правильно называется. Рады приветствовать. Здравствуйте, Дима. Здравствуйте. Дима, привет. Не буду скрывать, что я с тобой на «ты», и мы давно знакомы. Я тоже этого не стану скрывать в таком случае. Я не буду скрывать. А я сокровью. Сокровишь. Дима, очень интересно. Мы не говорили ещё в эфире про то, что галерея «Прогресса» – это не только то пространство, где проходят всевозможные интересные выставки. Это не только то место, где проходят концерты, но это и то место, где показывают кино. Киноплощадка такая. Я хотел бы внести уточнение сразу. Мне нравится фраза, я не помню, кому она принадлежит, но она полностью отражает, чем мы занимаемся. Если не отражает сейчас, то будет впоследствии звучит следующим образом. Все искусства на Земле направлены только на то, чтобы научить одному виду искусств – это научить человека жить на Земле в гармонии и любви. Поэтому мы долго ждали, когда у нас появится статусное видео, которое мы бы хотели показать у нас в городе. Потому что, мне кажется, проблема в регионах в том, что всё делается на коленках. Я никого не хочу обидеть. Просто был такой этап в жизни страны и людей, когда культура была никому не нужна, и творчество было никому не нужно. Но никоим образом это не поддерживалось. Сейчас иная ситуация. И если чего-то начинать в регионе, то он начинает сразу с того, чтобы можно было бы получить какой-то образовательный посыл для того, чтобы вырасти, допустим. Очень простой пример. Есть несколько художников, которых мы очень любим и с ними дружим. Один из них, его зовут Дмитрий. И он говорит, что моё образование в училище из Орлова, он как бы современное искусство, заканчивается на Ван Гоге. Ван Гог прекрасный художник, его мы любим и любили, и будем любить всю жизнь. Извините меня, сейчас 21 век. И поэтому нам хотелось бы быть в контексте времени, показывая видео, в контексте времени то, что сейчас происходит, ну хотя бы в Москве. Ну и хотелось бы быть в контексте времени то, что показывают сейчас в Нью-Йорке. Поэтому мы долго ждали то, что мы могли бы показать. И мы устроим серию показов про художников, которые актуальны сегодня, где они сами рассказывают о себе, о том, как они пришли, где они выставляются. То есть это документальное кино? Это документальное кино, но я ещё как бы только начало. Но я знаю, у вас уже был показ фильма «Модельяни». Ну да, то есть это был дружеский показ, а сейчас мы хотим прямо, чтобы сделать официальнейший показ с рекламой. В принципе, это пространство галерея делала для того, чтобы могли знакомиться с новыми людьми, чтобы это был общий дом, культурный центр для всех людей, друзей нашего города. А вот в декабре, вот в этом месяце, сколько фильмов предстоит? — Я ещё одну расскажу предысторию, потому что не хотелось бы раскрывать все тайны, потому что это всё уже происходит полгода, как бы мы этого ждём. Но вот-вот должно это произойти. В середине декабря должны приехать люди, известные на всю Россию, которые занимаются современным искусством. И они спрашивали, как раз мы разговаривали о том, что сделать у вас. Я сказал, что, знаете, очень бы хотелось видеоарт. Видеоарт, потому что вот этого вятки, я не помню, чтобы это было по-настоящему, чтобы это были какие-то сильные работы, и чтобы это была целая выставка, которая идёт целый месяц. И вот это мы ждём. То есть это будет в середине декабря. — А кто приедет? — Мне хотелось бы оставить в тайне, потому что я... — Ну хотя бы намекни, чтобы люди понимали, кто это, какие-то актёры известные или кто? — Это не актёры, это люди, которые занимаются современным искусством во всей России на сегодняшний день. Это будет собранный лучший видеоарт из разных городов. И будут две статусные работы, которые специально держат для того, чтобы презентовать их в регионах. — Ну то есть так, для затравочки ты сейчас говоришь. — Это я для затравочки. — Потому что мне не хотелось бы потом сказать, что вот он пообещал, ничего не произошло. Это опять как бы, ну такой провинциальный парень, который сказал, что будет, ничего не произошло. Не хотелось бы такого шлейфа, поэтому... Есть намерение. Вот будет, значит, этот показ, выставка, целый месяц намереваемся её показывать. Именно только видеоарт, никаких, как бы, картин, объектов. И быстренько я расскажу про нашего друга, как бы, как музыканта и человека. Евгения Калачёва — это музыкант группы «Оберменекен». К сожалению, сейчас, может быть, картости распалось. То есть Андрей Захаришев пошёл по своему пути. Женя занимается, как бы, современным искусством. Он играет на фортепиано. Снимает как раз видеоарт для всех, кто попросит. И для себя, и для Государственного центра современного искусства. Собственно, откуда и будет это видео. Мы можем легально, официально показывать, потому что он снимал его для нас. И вот интересно, как раз вот много об этом в последнее время говорится. О том, что вот люди, живущие у нас в городе, они могут, допустим, говорить. Вот это плохо, это не очень хорошо, это ужасно плохо. Смысл в том, что есть прекрасные люди, вот, допустим, которые не участвуют непосредственно в жизни, пространство, где они родились. Допустим, конкретно Евгений Калачёв. Он бы мог, как бы, не привиться, найти его и нам ничего не дать. Потому что когда он мне дал, сказал, что Женя, спасибо огромное, дорогой друг, потому что я сейчас сказочно богат, потому что мне хотелось бы видео. А он же уже приезжал в наш город не так давно. Он приезжал, был с концертом. Это, кстати, вот группа «Бермонекен», они жили 10 лет в Нью-Йорке, и они единственные, как бы, в Вятке, которые представляли современное искусство ещё, там, может быть, лет 15-20 назад. Потому что у них были, допустим, арт-показы в Петербурге. Он же профессиональный актёр ещё, к тому же. Их выгнали из Петербурга, потому что они там начали заниматься общественной деятельностью, не радикальной, но вот стали спектакли откровенные показывать. Их выгнали. Их в итоге, как бы, прибрал режиссёр в Москве, сказал, ребята, вы крутые, давайте ко мне. И они стали, как бы, делать показы. Один из показов, быстренько расскажу. Значит, жена в торте, огромный торт, концерт, обер-манекен. Она выезжает на каком-то там, допустим, подиуме, начинает, как бы, присутствующие в зале иностранцы и русские, как бы, нежно любя облизывать этот торт. То есть они, как бы, они проводники, организаторы, как бы, и создатели в России неоромантики, нео, как бы, эротики, так называемого стиля музыкального. И это перформанс, в первую очередь, это, как бы, музыка во вторую. Скажи, пожалуйста, вот интересно, по кодексу Хейса могли бы это показать? Вот, кстати, вот ты уже слышал, мы сегодня... Торты не запрещены, кодексу Хейса. Торты, господи, дорогой Алексей. Ой, прям заплевали, вы посмотрите. Дима, ты уже слышал, да, сегодняшнюю нашу тему. Сегодня мы говорим о том, что, возможно, будет принят... Этический кодекс кино. Этический кодекс кино. Нельзя показывать насилие, нельзя показывать в кино употребление наркотиков. В общем, всё вот это... Обнажоночку запретят. Это всё под запретом. А ведь, вот мы сегодня уже обсуждали, художественный арт-хаус, там это всё присутствует. Ты, как человек, близкий к этому, к другому кино. Как раз одну из работ я смотрел Евгения Калачёва. Они же очень любят обнажённые женские тела и показывают их с самой прекрасной стороны. Ну вот я как мужчина могу сказать, что меня... Я считаю, что это величайший дар, обнажённое женское тело. Мужское, может быть, тоже, но оно как-то меня меньше трогает. Я считаю, что можно показывать и нужно женское тело. Ну, представьте картину, которую только что я видел. То есть лодка, на нём какая-то красная ткань сидит, значит, на байдарке мужчина. Потихонечку там веслом влево, веслом вправо. Сверху на этом красном полотне лежит обнажённая женщина, где, ну, вскользь и как бы рядом показывается её достоинство. Потом он её высаживает на берегу, уезжает дальше, она спускается в воду. Ну да, есть вот такие фильмы, вот ты сейчас рассказывала, я вспомнила фильм «Овсянки», где тоже показано женское тело, но извините, но это на эротику вообще никак не тянет. Нет, ну, мне кажется, здесь нужно всё-таки разграничивать, потому что речь идёт не об арт-хаусе, не для такого кино, а для массового кино всё-таки. Я вот, можно перебью? Вот у меня есть такой один важный момент. Я не помню, кем это было уточнение сделано. Человеком, занимающим современным искусством, как раз он сказал, просто, ну, хватит уже показывать всякий трэш, потому что сейчас сознание человека социального, общественного наполнено и так всяким, как бы, ну, свалкой какой-то, да, и он ещё, идя на какой-то показ фильма или какой-то выставки, где его прямо вот давят ещё трэшем, и он ещё более, как бы, ну, падает духом, ещё более попадает на разберуху, поэтому, как бы, надо заниматься искусством, творчеством. Я за то, чтобы показывать именно, вот, ну, а что такое женское тело? Ну, как его не показывать? Это же, ну, дар. Это же есть. Это дар. Это правда. Это дано Господом, поэтому это надо показывать, конечно же. Ну, с обнажённым телом разобрались, да? Наркотики, насилие, с этим как быть. Наш кинотеатр. А это тоже смотря как показать. Насилие, ну, конечно же, то есть, главное, чтобы всё происходило, любые процессы происходили не от силы нашего ума, скажем так, а от силы внутреннего посыла. Мы когда ездили в Пермь с Максимом Сендеровичем, как раз он начал монтировать и почти закончил работу, называется «Удар изнутри». То есть я всегда, как бы, вот, ну, хотелось бы не свести к работам наших местных художников. Максим Сендерович – прекрасный художник, имеющий академическое образование, но сейчас он работает тоже с видеоартом. У него есть работа «Удар изнутри». То есть там суть в том, что, я быстренько расскажу, стенка падает, оттуда появляется фильм, как бы, картина Леонардо да Винчи, человек, как бы, с раскинутыми руками и ногами, и оттуда, как бы, по нему в центре появляется сердце, которое бьётся. Вот. И наш импульс всегда в жизни должен происходить именно оттуда, из сердца, то есть из любви. О чём я говорю? Вот ты сейчас говоришь про такое, но кино не для всех. А если поговорить про мейнстрим, там же полным-полно всего, и, как ты сказал, именно вот этого трэша. И меньше всего любви. Я не хочу показывать, то есть… А поколения, многие на этом и растут. Не все ходят и смотрят другое кино. Как бы нам это ни хотелось. Ну, Свет, мы как раз, вот, мы лично хотим представить, как бы, форму. Все думают, что «Waterhouse» – это круто. Это китч. В большинстве случаев это китч для того, чтобы создать какую-то молодёжную субкультуру. Может быть, это и неплохой китч? Нет, я не хочу… Вот я рассказываю только своё видение. Ну, понимаешь, как бы, мы должны делать, мне кажется, то, чтобы человека наполнялось, чтобы ему дало возможность, как бы, вдохнуть жизнь на какой-то период времени. То есть очень много уточнений. Допустим, вот рассказываю историю, чтобы было примерно понятно. Пётр Мамонова как-то спросили, как вы относитесь к «Жёлтой революции». И он начал рассказывать очень долго, как начинается у него утро. Он говорит, я ставлю по стенке Бэт Гиббонс, наливаю себе кофе, пью потихоньку, и 10 минут я в таком нахожусь, в особым состоянии. То есть, понимаешь, он говорит, ну какая «Жёлтая» там, какая-то революция. То есть вот. Не до этого нам. То есть вот жизнь, дыхание жизни, мы даём чистое творчество. Я вот очень надеюсь, что наше правительство, оно вот именно так же в какой-то момент вдруг им что-то взбредёт в голову, а не проснуться, посадумали об этом. Дима, посмотрите, вот такое вот кино. Ты вот сказал, в середине декабря приедут к нам гости, будет такое. Много чего. У вас уже такая добрая традиция проводить лекции о современном искусстве. Будет ли такая добрая традиция показывать фильмы, чтобы люди знали, что вот в этот день в галерее прогресса показывают вот такое кино. Можно сходить, посмотреть. Будет такое. Или это будут какие-то такие мероприятия, нерегулярные. Это два этапа. Понимаешь, как бы сделать регулярно очень сложно, потому что вопрос всегда упирается как бы в деньги. Хотелось бы официального показа не подпольного. Поэтому будет два мероприятия. Одно до Нового года, вот которое мы платируем, про которое пока не договаривали, но оно должно состояться. Второе, это как бы подарок Евгении Калачёву, опять же, который привёз, подарил много видеоартов. Дмитрий, мы его ждём сами. Поняли, спасибо. У нас, к сожалению, заканчивается время нашей программы в гостях. Спасибо огромное. Я представлю. Это Дмитрий Шиляев, это директор Центра современного искусства галереи «Прогресс». А с вами были скромные механики Светлана Удельная, Мария Кротова, Алексей Мальцев. До свидания, товарищи. До следующей субботы. Год 1895-й. Александр Попов придумывает радио. В этом же году братья Люмьер устраивают первый кинопоказ. И только в наши дни эти два события объединились. От создателей 101 и 0. Механик, давай.